Какой же праздник без цветов? Что уж говорить о праздниках с ароматом женской красоты? Цветы украшают жизнь девушек. Это общепринятый факт. Любая дама с оригинальным букетом в руках становится чуточку добрее и в несколько раз красивее. Загадка этой чудесной метаморфозы до сих пор не разгадана, и не будем пытаться ее разгадать. Но это отступление от главной темы материала, ведь разговор о налогах. Итак, в преддверии таких праздников, как День влюбленных и 8 марта, физические лица, планирующие осуществлять розничную торговлю цветами, могут самостоятельно определиться, как будут это делать, либо уплачивать единый налог, либо налог на профессиональный доход. Физические лица, желающие уплатить ставку единого налога, обязаны перед началом продаж Представить в налоговую инспекцию письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика. Указать в нем вид реализуемого товара, период и место осуществления продаж. Далее, уплатить единый налог. Расчет суммы единого налога произведут в налоговой инспекции. Уплатить данный налог можно через интернет-банки, кассу банка, отделение почты или инфокиоск. Ставка единого налога за месяц при реализации цветов, их семян и рассады составит для города Бреста 154 белорусских рубля. В случае осуществления продаж в течение месяца менее 15 дней, единый налог исчисляется с применением коэффициента 0,5. Другие правила для тех, кто выбирает форму расчета налог на профдоход. До начала осуществления деятельности установить на свой мобильный телефон приложение налог на профессиональный доход, проинформировать налоговый орган через мобильное приложение налог на профессиональный доход о применении данной системы налогообложения. Ставка налога на профессиональный доход при реализации цветов физическим лицам составляет 10%, а для получателей пенсии – 4%. Для физических лиц, впервые зарегистрированы в качестве плательщика налога на профдоход, предусмотрена льгота в виде налогового вычета в размере 2000 белорусских рублей. Для тех, кто выбрал форму расчета налог на профессиональный доход, нужно только формировать в одноименном приложении чек по каждому полученному доходу. Но есть и то, что делать человеку вовсе не нужно. Не нужно рассчитывать налог на профессиональный доход, применение налогового вычета, размер ставки и другие особенности расчета полностью автоматизированы. Исчисленный налоговым орган налог на профессиональный доход уплачивается плательщикам ежемесячно, не позднее 22 числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем, любым удобным способом. Дарите женщинам цветы, поется в песне, дарите и продавайте по разумным ценам, но не забывайте, что государство потребует за ваш несомненный доход свою долю.